Мир Божий вам! Сегодня удивительный день, день новый, который сотворил Господь. Библия говорит нам о том, что каждый день, который мы проживаем на земле, он особенный день. Каждый день, который дает нам небо, это день с небес. И если ты веришь в это, то ты будешь проживать его всегда с оглядкой на небо, всегда желая получить оттуда одобрение, благословение, чтобы Бог просто пришел в твою жизнь. И сегодня я хотел бы говорить с вами на одну очень не всегда популярную тему, тему, которая редко проповедуется, к сожалению, но которая очень сильно волнует последние месяцы мое сердце. Я назвал ее так – возвращение к утраченной славе. Текст, который я хочу предложить вам вначале, это Евангелие от Иоанна, 17 глава, 24 стих. Иисус, уходя с этой земли, имеет вечерю, последнюю вечерю со своими учениками, и Он возносит последнюю молитву вместе всеми и перед лицом всех их, и Он молится о них. И Он говорит в 24 стихе следующие слова «Отец, ты дал мне их, и я хочу, чтобы со мной они были там, где я, чтобы видели славу мою, которую ты дал мне, ибо любил меня еще до создания мира». Давайте помолимся. Наш Небесный Отец, мы нуждаемся в том, чтобы эти слова стали жизнью нашей, явью нашей, чтобы мы были там, где наш Господь Иисус, ведь Он сказал, что это возможно, и просил Тебя об этом, и чтобы мы видели, созерцали, осизали, прикасались к славе Твоей. Мы так нуждаемся в этом сегодня. Дух Божий, дай нам прикоснуться сегодня к Твоей славе. Да явится она здесь сегодня, на этом месте. Мы поклоняемся Тебе и ожидаем ее. Во имя Иисуса Христа. Аминь. Я хочу заострить ваше внимание, дорогие друзья. Здесь Иисус говорит перед Своим отшествием земли. Он говорит, что там, где я, там пусть они будут. Речь идет о том, что Он уходит на небо, мы остаемся на земле, но Он просит Отца, чтобы мы, находясь на земле, смогли быть там, где Он. Вы со мной? Вы здесь? Вас не пленяет ли чувство? Господи, я, наверное, что-то не знаю о Тебе. Я, наверное, что-то пропускаю, ведь у меня есть какие-то возможности, которые Ты подарил мне, о которых Ты молился, чтобы это состоялось, но я по какой-то причине, наверное, еще там не был или бываю так редко. И Он говорит, я хочу еще одного, Отец. Я хочу, чтобы они славу мою, которую Ты дал мне, они ее видели. Я думаю, что сейчас, когда я говорю эти слова, возможно, у вас есть в голове некая путаница. Может быть, не путаница, но у вас как-то сливаются понятия. И часто мы сливаем вместе два разных понятия, когда говорим о присутствии Бога, и мы говорим о славе Божьей. Я не знаю, как у вас это разделяется, разделяется ли вообще, но мне показалось, что это абсолютно два разных понятия. Я хотел бы провести определенные линии, чтобы мы могли понять, что есть присутствие Бога, которое мы можем и переживать в том числе, и что есть слава Божья. И почему мы не можем их менять местами или называть одним и тем же словом. Вы знаете, слово присутствие Божье, оно часто повторяется в Библии. И я знаю, что часто повторяется в церкви. Мы часто говорим, о, сегодня было такое присутствие Божье во время прославления. Ты чувствовал это? Ты чувствовал это? И кто-то скажет, ну да, сегодня было круто. А кто-то скажет, слушай, ну как-то обычно было, не знаю, ну вроде все, ну так пели неплохо сегодня. А что такое присутствие Божье? Ну Бог присутствовал, так Он всегда присутствует, где двое или трое. И ты понимаешь, этот человек сегодня ничего не пережил. Но Он был тут с тобой, где ты просто можешь сказать, я был практически на небе. Так здесь было присутствие Божье или не было присутствие Божье? Присутствие Божье всегда субъективно. Находясь в одном месте, вы можете, один, пережить что-то, а второй, ничего не пережить. Это прикосновение Божье, которое мы осязаем, чувствуем теми органами чувств, которые Бог создал в нас. Но слава Божья, она объективна. Представьте себе гору преображения. И Петр, и Иаков, и Иоанн находятся на горе, и вдруг они видят Иисуса, общающимся с Илией и Моисеем. И вдруг у Петра вопрос. Он толкает Иоанна в бок и говорит, слушай, а ты тоже видишь Илью? По-моему, там такой вопрос вообще не возникает. Они все видели одно видение. Они все видели Иисуса преображенного. Они все понимают, что здесь сейчас происходит. Или священники, помните Соломонов храм, освящается храм и накрывает облако, просто сходит облако на храм. Люди падают, священники, написано, не могут стоять, потому что ноги их ослабевают. А что происходит здесь? Ни один не стоял. Ни один не сказал, что он ничего не видел, не слышал, не коснулось. Слава Божья опустилась на то место. Я не знаю, что ты думаешь о славе Божьей, но я знаю, что у каждого человека внутри заложена Богом страсть. Знать сверхъестественного Бога. Знать Бога, который не просто математически, логически тебе все разложит и скажет, почему ты будешь благословен? Потому что ты отдавал десятую часть. Вот смотри, вот мой закон. Ты отдал, я благословил. Все просто. Не отдал, не благословил. Послушал мои пути, пошел за ними. Значит, будешь благословен. Не послушал, не пошел. Все вроде бы просто. Но я хочу сказать, если мы будем умолять сверхъестественного Бога до простых логических шагов, то у нас будет большая проблема, потому что мы не будем знать того Бога, с которым собираемся жить всю вечность. Потому что наш Бог сверхъестественный. Потому что Его лицо горит от славы. От такой славы, которую не может видеть никто из живущих на земле. Потому что чуть-чуть прикасаясь к Нему, мы уже чувствуем, как печет. И Бог сказал однажды Моисею, рабу своему, другу своему, сказал, что ты не можешь видеть лица Моего, потому что ты умрешь сразу. Он говорит, ну потому что ты в течение всей своей жизни уже видел много Моей славы. Я позволю тебе прикоснуться чуть больше, чем всем остальным. Мы вернемся немного позже к Моисею. И, друзья мои, я хочу, чтобы вы понимали, что есть большая разница между тем, как мы можем прикоснуться к Богу, или Он может прикоснуться к нам. И между тем сверхъестественным, что приходит от Бога и просто захватывает всю твою жизнь. Это Его личность, это Его сущность, это Его слава, великолепие, которое проявляется в реальных физических вещах. Что же такое слава? Какое определение можем Ему дать, кроме того, что это просто величие и великолепие? Я прочитал это однажды, я долго думал об этом, и я полностью согласен с этим определением. И определение такое – это вторжение Божьей реальности в человеческие сферы жизни. Вторжение Бога с Его реальностью в наши человеческие сферы жизни. Ты скажешь, ну, это круто, ну, Господи, ну, это просто вообще, мы знаем, там, ты на гору сходил, на Сина, и Моисей там в страхе и трепете всходил на нее, а весь народ вообще дрожал, даже к горе подходить не хотел. И я понимаю, что это ужасное видение, потому что ты не знаешь, что тебя там ждет, Моисей шел, я не знаю, с каким чувством внутренним, наверное, с приговором к смерти, но где-то внутри он настолько сильно жаждал Бога, что он понимал, Бог не убьет его, Бог послал его, Бог вывел через него народ, и Бог хочет что-то говорить, что-то особенное. Я думаю, он не знал, что он там будет 40 дней. Я думаю, он не знал, что через пару дней, когда он спустится через 40 дней, он пойдет еще на другие 40 дней. Представьте себе дедушку, которому за 80, и который практически 80 дней ничего не ест. Вы смотрите на него и думаете, что руководит этим человеком? Ходит кто-то в гору, ничего не ест, странный какой-то. Я думаю, поэтому евреи там и сделали литого идола, они говорят, ну он странный, Моисей, какой-то не поймешь его, живой, неживой вообще. После таких постов так вообще точно, наверное, неживой. Так давай как-то решать проблему, Арон, давай как-то сделаем себе Бога. Сделали там Бога себе другого человеческого, такого вылили из золота. Но в этот момент что-то происходило с Моисеем. Он не просто был на горе с Богом, он улетел в общении с Богом. Он не считал там дни, он не видел там дни. Он был там, где был Бог, и этого было вполне достаточно. Как часто ты переживаешь Божью славу? Вообще понимаешь ли ты, о чем сейчас идет речь? Я думаю, что если мы какими-то каплями иногда получаем присутствие Божие, я хочу сказать, я знаю, что в сердце от этого никто не может получить удовлетворение. Бывает, выходишь в собрание, и ты понимаешь, ты пережил Бога сегодня. Хорошо было, присутствие Божье было. Но как чего-то не хватило. Кто-то ищет проблему в лидерах прославления, что они не те песни подобрали. Кто-то ищет проблему в пастыре, тот что-то недоговорил. Кто-то ищет проблему в том, что он осущенный слишком, на собрание пришел. Вы знаете, с нему, наверное, есть какое-то место в этой жизни. Но я хочу говорить совершенно не об этом, а о том, что внутри есть жажда знать Бога. Ты никуда это не денешь. Это пришло с неба в твое сердце, когда ты родился. И поэтому, если ты будешь перебарывать это, забивать это, ты можешь на какое-то время это глушить, но тебе никогда никакого удовлетворения в жизни не будет. И никакие капли присутствия Божьего не покроют эту жажду. Сердце будет стремиться дальше. Я хотел бы сказать, друзья, что есть три уровня славы Божьей. Возможно, их есть больше, и можно говорить об этом бесконечно. Бесконечно, часы, десятки часов. Но я хотел бы выделить три. Первый уровень славы Божьей, самый высокий уровень славы, это наш Бог, обитающий на небе, в неприступном, в Библии сказано, свете, куда никто не может проникнуть из живущих на земле, потому что от славы Его они погибнут. И Бог, любя нас, Он хочет, чтобы мы были в Его славе, переводит нас из одного положения в другое, все ближе к себе поднимая, все больше и больше славы себе показывая, чтобы, как Иисус молится, мы были там, где Он. Он не оставляет нас. Он хочет привести нас туда, к себе. Может ли эта слава открыться человеку, который не любит Бога? Может ли эта слава открыться грешнику? В Библии ясно сказано, нет. Ведь Иисус в своей первосвященнической молитве, в 17 главе Иоанна, Он говорит, я, говорит, не о всех тебя молю, я о них тебя молю. Я думаю, может быть, даже руками показывал на своих 12 учеников. Я, говорит, о них молю сейчас, не о всех. Пусть вот эти вот, мои ученики, будут там, где Я, и видят славу Мою. Вы знаете, присутствие Божье может чувствовать любой человек. И это другое измерение славы, другой уровень. Это общий уровень для всех. Я хотел бы прочитать несколько текстов из Священного Писания. В послании к Ефесянам написано в 1 главе 17 стихе, что Бог Господа нашего Иисуса Христа – это Отец славы. Итак, всякая слава Божья, слава великая, она исходит от Небесного Отца. Она распространяется абсолютно на все, но Он родоначальник, Он Отец, и не существует другого источника. Когда мы говорим о земной славе, то я хочу сказать, смотрите, все творение, которое создал Бог, Он создал Его прекрасным. И все творение, которое создал Бог, оно отображало Его славу. И оно имеет даже отблески Его славы после того, как люди согрешили. Псалом 8, 6 стих, здесь говорится о человеке, что Бог немного умолил Его перед самим собой. Вы знаете, это потрясающее откровение. Там написано в нашем переводе «ангелами», но это одно и то же слово, которое обозначает и ангелов, и Бога. И в русском переводчике поставили «ангелами», но по сути там стоит слово «элохим» – имя Бога. И немного умолил ты. Фактически Он передал с самого начала, очень много вложил в человека. Человек отображает Его славу. Апостол Петр в своем первом послании, в 24 стихе 1 главы говорит, «Всякая плоть, как трава, и всякая слава человеческая, как цвет на траве. Засохла трава, и цвет ее опал». Вы знаете, мы понимаем, что слава земная временна. Какая бы она ни была красивая, какая бы она ни была могущественная, я вспоминаю текст, где дьявол, соблазняя Иисуса, искушая Иисуса, говорит ему, «Слушай, просто поклонись мне, я дам тебе все царства земли и славу их». Вы знаете, Иисуса не манит нисколько земная слава. Он знает, что это такое мелкое, очень маленькое, подобие того, что Он разделялся отцом. Я хочу сказать, друзья мои, ничто на земле не может сравниться с тем, что есть на небе. И вот третий уровень славы – это уровень славы, который Бог позволил иметь людям, особым людям, не похожим на других людей, людям, которых Бог называет своим новым творением, своими сыновьями и дочерьми. Он говорит, и так, кто во Христе, тот новое творение. Древнее прошло, теперь все новое. Что новое? Что новое? Вы знаете, иногда церковь, она похожа на тех, которые зависли между небом и землей, они где-то посередине. И мы так иногда говорим, ну, ты, брат верующий, ну, ты прям веришь там, что Бог там придет к тебе, и все проблемы твои решатся. Я хочу сказать, да, именно к этому мы и призваны. Писание говорит нам о том, что Иисус Христос является краеугольным камнем, на котором строится все здание, фактически на котором строится вся церковь его. Поэтому, когда мы говорим, что нам нужно прибежать к Иисусу, фактически мы говорим, мы взбираемся на гору, которая есть Христос, туда, к вершине. Почему? Там ответы наши, там жизнь наша, там все, что необходимо, что сокрыто от наших глаз. Все, в чем мы имеем нужду, все, в чем мы не знаем, как двигаться дальше, там раскрытие нашего призвания, там все, что необходимо человеку во Христе. Неверующий человек никогда не побежит на гору, которой есть Христос, разве что в трудных обстоятельствах будет звать о помощи. Но мы ходим на эту гору каждый день, а кто-то разбил палатку, а кто-то две, и просто живет там, исследует ее, и поднимается все выше и выше с каждым днем, потому что Христос отделил нас от мира, Он взял нас, и Он сказал, пойдем за мной, и Он ведет к себе. Мы еще не достигли неба. Апостол Павел Колоссянов говорит, что мы и не достигнем этого на земле, но нам это предназначено, мы туда стремимся, туда наш путь, туда наш вектор движения. И вот мы как бы оказываемся между небом и землей. Вы знаете, верующие и неверующие люди решают по-разному проблемы, и мы уповаем больше на благодать Божью, мы больше уповаем на то, что Бог придет, и как-то просто опустится в нашу жизнь, поэтому приносим Ему все наши проблемы. И когда нам тяжело, и в нашем сознании нет выхода, просто все сдавливает нас, куда мы идем? Мы идем на Божью гору, чтобы начать видеть Его глазами наши обстоятельства, и нам становится легче. Не правда ли? Мы просто растворяемся в Нем. И вдруг становится так легко, и думаешь, а чего тебя так давило час назад? А чего ты так сокрушался? А ты не видел. Твои глаза были удержаны. Однажды раб Елисея подошел к нему и говорит, увы, Государь мой, мы окружены. И причина была в том, что враги хотели много раз прийти в Израиль и завоевать его, но не могли, потому что Бог пророку говорил, где засады, где проблемы. И царь избегал израильских этих проблем, и они решили убить пророка. Они послали лучшую армию, многотысячную армию за одним человеком, и ночью, пока все спали, окружили город, где находился пророк. Это его нисколько не волновало, друзья мои. Он сидел в своей горнице, он тихо молился Богу, и врывается его слуга, говорит, все, увы, Господин. Он говорит, увы, Господин. И он говорит, отец, открой ему глаза. В этот момент глаза Геезия, пред его глазами встала картина. Он увидел полчища Божье. Он увидел, насколько велико полчища Божье, которое окружало всех врагов, которые окружили город, в котором сидел Елисей. Вы знаете, наш взгляд, он очень маленький. Мы сосредотачиваемся на проблеме, у нас весь мир останавливается, потому что у нас что-то случилось. У нас заболел зуб, и все тело изнывает, и все не в радость, и вся жизнь не мила. Да пойди полечи просто. Иисус с тобой. Он вечность тебе подарил. Я хочу сказать, друзья мои, в этом уровне славы мы призваны жить. Какое предназначение у церкви, скажете вы? Я скажу вам, опускать славу небес на землю. Это никто не может сделать. Однажды это сделал Иисус Христос. И мы читаем в Евангелии от Иоанна, в первой главе, в 14 стихе, там написано так, что слово стало плотью, обитало с нами, полная благодать и истины, и мы видели славу Его, свидетельствует Иоанн. Но когда Иисус ушел, Он разделил свою славу с учениками. И Он сказал, я даю свою славу вам. Славу, которую ты дал мне, я дал им, Он говорит в молитве своей. Друзья мои, нет большего предназначения. Никто не может на землю опустить славу, как Его народ, который соединяет небо с землей. Но я хочу сказать вам и предупредить вас об опасности, что мы не можем делать это тогда, когда хотим и сами, как хотим. Но есть удивительный путь, как мы с тобой можем проложить дорогу тому, чтобы эта слава пришла. В книге пророка Исаии в 40 главе есть несколько стихов. Я прочитаю с третьего. Глаз вопиющего в пустыне, приготовьте путь Господу, прямыми сделайте степи стези Богу нашему. Всякий дол да наполнится и всякая гора и холм да понизятся. Кривизны выпрямятся, и неровные пути сделаются гладкими. И явится слава Господня, и узрит всякая плоть спасения Божьи, ибо уста Господни изрекли это. Интересно, кто делает пути гладкими? Кто выправляет кривизны? Кто говорит, чтобы долина наполнилась, а гора и холм да понизился? Я понимаю, что здесь есть обращение к тебе и ко мне. Пусть в твоей жизни произойдет так. И когда это произойдет, тогда явится слава Господне. Господи, а я-то что должен делать? Не, ну пусть так произойдет, я так не против. Не, ну кто против? Конечно, я хочу, чтобы слава Господне, она опустилась на меня. Да это же круто, жить в славе Господней. Я хотел бы чуть-чуть заострить ваше внимание, что мы иногда не знаем, чего просим и как просим, но решение того, что мы этого хотим, оно должно звучать из нашего сердца к Богу. Именно наше глубокое и внутреннее поклонение Богу опускает небеса на землю. Я хотел бы заострить ваше внимание, что не всегда, когда мы стремимся делать правильные шаги к Богу, Бог будет нам отвечать. Я вспоминаю про Ковчег Божий. Помните, Ковчег Божий, который был в Ветхом Завете, он символизировал Божье присутствие. И однажды, когда в Израиле была большая беда и большая проблема, враги пришли, и они начинали убивать просто. Война за войной израильтяне проигрывали. И вдруг они собирают совет старейшин, и у них приходит гениальная идея. Слушайте, а давайте возьмем с собой Ковчег на войну. Помните, несколько сотен лет назад Иисус Навин взял с собой Ковчег, и такая победа была вообще. Даже не воевали, просто ходили с ним семь дней, потом, как крикнули, стены Иерихона пали. Давайте. И кто-то сказал, слушай, крутая идея, наверное, Дух Божий на тебе. Давай возьмем. И вот они взяли этот Ковчег, они принесли его в стан, где стояла израильская армия. Когда воины увидели Ковчег, они начали орать, они начали так кричать, что вся земля написана, стенала. И филистимляне подумали, какой кошмар. Кажется, конец нас близко, потому что это тот Ковчег, с которым стены Иерихона пали. Все знали эту историю, хотя сотни лет прошло. Все понимали, что если Бог Израиля вступится за израильтян, то у всех будет проблема. Только мы знаем итог этой войны. Израильтяне были разбиты, 30 тысяч погибших, и Ковчег забрали. Священники убиты, и лучшие воины разбежались по домам. Вы скажете, ведь это война Божья, ведь на Божий народ напали. Почему так произошло? Я хочу сказать, есть что-то в нашей жизни, что будет убивать, славу Божью, которую мы накапливали, возможно, годами. В 3 главе 1 книги Царств написано о том, что в одни, когда Самуил был маленьким мальчиком и жил в храме, будущий пророк, через которого Бог поведет целую нацию вперед, в духовном плане поведет вперед, а потом и во всех остальных планах, он находился в храме, и дается характеристика того времени. Слово Божье было нечасто в те дни, и видения были редкими. Это состояние в народе Божьем, Господи, а кто нам будет говорить о Боге? А есть кто-то? Ведь те, которые должны говорить о Боге, должны не умолкать. В Библии написано, а у нас ни священники, ни левиты, ни все, кому положено, они не имеют откровения от Бога. Скажете, ну вообще забыли про Бога? Нет, не забыли. Там была Анна, Библия говорит, пришла в храм молиться, так молилась, что священник счел ее пьяною. Анна, что с тобой? Я Бога переживаю. Я не могу изливать перед Ним свое сердце. И мы знаем, как Бог чудесно отвечает Анне. И тут какая-то нестыковка. Как это? Слово Божье нечасто, видения редки, Бога вроде бы в нации нет, все какие-то проблемы, а тут человек получает от Бога ребенка. Я знаю, что Бог работает с каждым сердцем отдельно. И всегда в народе Божьем были светильники, которые горели во все времена. Но чтобы пришла слава Божья в народ, недостаточно, чтобы я просто стоял перед Богом и приносил свое сердце в искренности поклонения. Бог хочет, чтобы весь народ был зажжен этой идеей. И вот весь народ объединился вокруг ковчега, думая, что ковчег принесет им удачу. Знаете, как некий талисман. О, сегодня кто ведет прославление? О, ну эта команда прославления сегодня нас приведет куда надо. Прошлое что-то так не очень было. И мы начинаем ассоциировать присутствие Бога и славу Божью с какими-то людьми, предметами. И мы думаем, нам это поможет. Я как-то общался с одним человеком. Да что с человеком, я и сам так делал. Знаете, есть такие песни, под которыми мы Бога особо переживаем. Вот если все не коснется, то вот эту песню споешь, точно коснется. Мы придумываем для себя что-то, чтобы нам оказаться там, где жаждет быть наша душа. Но Бог говорит, постой, постой. Я не хочу просто фрагментарно прийти к тебе, когда ты вспомнишь, что это здорово поклоняться Богу. Я хочу, чтобы ты собирал со мной каждый день и не расточал. Ведь Иисус говорит, кто не собирает со мной, тот растрачивает. А мы думали, только тот, кто грешит, растрачивает. Тот, кто уходит от тебя. Ну, я просто не пообщался с тобой пару недель, собрание попропускал. Да что такого? В принципе, Бог со мной. Я пришел, присутствие Божие пережил. Что нужно еще? Что нужно еще? Нужно Бога знать в сердце, почитать Его, к Нему стремиться. Потому что день, в который придет разрушение, никто не знает. История Самсона показывает, что когда отступает слава Божья, она не отступает в одно мгновение. Бог говорил Самсону, чтобы он не стриг своих волос, чтобы он не вкушал вина, крепких напитков, ничего не ел от плода виноградного. Были ряд ограничений, которые он должен был знать с детства. И он знал их с детства. На нем была величайшая сила Божья, которую, честно сказать, он иногда просто по плоти использовал. Ну что это такое? Встал мужчина, облеченный силой Божьей, от Бога, мандатом судить весь народ Божий. Встал ночью для разминки, взял ворота городские и унес их, на гору положил. Утром встали, ворот в городе нет. Кто это сделал? Да муж Божий тут у нас упражнялся, силу Божию проверял, отошла, не отошла. Как-то просто демонстрировал что-то. Что ты делаешь, Самсон? Зачем тебе это все? Зачем тебе провоцировать врагов лишний раз? Почему ты женился на филистимлянке? Конечно, у тебя проблема будет потом. Потом ты сжигаешь их поля, потом у вас война. Зачем тебе это все? И он играл, будучи облеченным Божьим помазанием, играл в жизни своей с опасным огнем, как будто то, что он не ел виноград и не стриг волос, это было единственное что-то, что он должен был хранить. Он должен был знать Бога и ходить с Ним каждый день. Он 20 лет судил Израиля. Я хочу сказать, друзья мои, его падение было очень показательным, шаг за шагом. Уже в последние дни, когда он женился на этой блуднице, филистимлянке, да лиде, ведь она каждый день его испытывала и обманывала его. Она пыталась выведать, в чем его сила. И он каждый день все больше и больше сталкивался с искушением просто открыться ей. Человеку из чужого народа, человеку, которому он не мог доверять свое сердце и не должен был. Но он играл с огнем, он ходил по грани. И в тот день, когда она выспросила у него тайну его великой силы, ему остригли волосы. Кто-то закричал, филистимляне здесь. И написано в Библии, он подскочил, как и прежде. И он так и не осознал, что слава Божия уже отошла от него. И нету силы с ним. Нету Бога с ним. Мы накапливаем присутствие Божие и славу Божью в жизни по мере того, как мы следуем за ним, как мы видим что-то. Моисей пример нам. Его первый поступок, ревность по Богу и по народу, он просто взял и убил египтянина, который издевался над евреем. Он вдруг осознал в нем брата, 40 лет не сильно осознавал, тут вдруг осознал брата, понял, что спасение должно через его руки прийти. Дотворил делов. А потом говорит еще, наверное, Господу, я не знаю его молитвы, я на небе спрошу у Моисея, как он там думал, следующие 40 лет. Ведь что я мог еще сделать в этой ситуации? Скорее всего, с этой проблемой еще смирялся долго. Но Бог говорит, это не тот метод, как ты будешь действовать. К тому моменту, когда Моисей подрастратил весь свой пыл, все его горы, холмы гордости уже опустились, они уже сравнялись, уже не было никаких шансов, что он когда-то какое-то призвание исполнит. В 80-летнем возрасте смиренным старичком вдруг фитилек надежды загорается. Он видит, он видит куст, который не сгорает. Он идет за этим кустом, он идет за этим голосом, который зовет его в Египет. Видит эти 10 казней, видит раступившееся море, видит, как жезл превращается в змею и обратно, как становится прокаженным и исцеляется тут же. Видит, как Бог просто сверхъестественно дает два камня, на которых выписывает 10 заповедей. Он 80 дней находится с Ним, теряется в пространстве и времени. Он человек, который видит. И в 3 главе второзаконии, или в 4, там есть слова, где он благодарит Бога за пройденный путь. Он благодарит Бога за то, что дал ему прикоснуться к его славе. Мы знаем, что он видел его со спины, не знаем точно, что он видел. Он скрыл это от нас и не написал это в книге. И он говорит Богу благодарность за то, что тот лишь позволил прикоснуться к нему. Когда я читаю про Моисея, я думаю, слушай, мужик, ты ушел очень далеко вперед всех нас. Ты знаешь, что ты видел то, что нам просто немыслимо. Но он говорит, ты позволил мне лишь прикоснуться. апостол Павел усиляет эти слова. Во второй книге послания Коринфянам в третьей главе в десятом стихе он говорит о том, что то, что видел Моисей и то, та слава, которая была на нем, она не может сравниться с той славой, которая сегодня есть на новом творении. На людях, которые открытым лицом могут взирать на славу Господню и от нее преображаться. Вы знаете, если нет преображения, если нет изменения в жизни с Господом, то ты не увидишь большей славы. Изменения невозможны, если ты не будешь страдать, потому что в нас очень сильна наша воля, в нас очень сильны наши убеждения, что мы правы, что мы что-то знаем, потому что мы заплатили за это иногда горьким опытом. Нам так сложно от этого отказаться, что иногда Богу приходится ломать нас снова, чтобы мы увидели, что Его слава больше, и она не по-человечески приходит в нашу жизнь. И я хотел бы, чтобы каждый из нас, видя свое предназначение от Бога, явить славу Его на земле, старался хранить свое сердце от всякого компромисса с этим миром. Этот мир, это другая плоскость. В этом мире нет славы, которая должна захватить кого-либо из нас. Есть слава, которую мы видим у Него, и она возносит нас на гору над этим миром. Она дает нам силу в искушениях, в испытаниях. Оно приносит победу в наши обстоятельства. Как только ты теряешь эту силу, у тебя приходят проблемы в семью, у тебя приходят проблемы в работу, у тебя все начинает рушиться. Почему? Потому что ты давно не переживал Его славы, ты не видел ее, ты забыл, к чему ты был создан, что открыл тебе Иисус. Я знаю, что моя проповедь сегодня может быть не очень практичная. Мне часто жена говорит, слушай, ты какие-нибудь примеры из жизни, хоть дай нам все летишь куда-то в славе Божьей, куда-то возвышенные речи эти все. Я понимаю, друзья, есть всему свое время в нашей жизни. Есть время под солнцем родиться, есть время умереть, но есть время, в котором мы можем познавать Бога. Когда я думаю о Нем, когда я переживаю Его славу, у меня не хватает нашего богатого русского языка, чтобы сказать о том, что я чувствую внутри. Периодически я пытаюсь это записать, я приучаю себя, у меня мало получается. Я вам честно скажу, я понимаю апостола Павла, который говорит в 12 главе 2 Коринфянам, я вообще, говорит, знаю человека, пишет о себе, который не знаю в теле, вне теле, вообще не знаю в каком он там был состоянии, был на третьем небе, там у Господа, и слышал слова, которые человеку вообще не дано услышать. Он даже не может сказать, что это было, он не может облечь это, потому что это безмерно больше. И я понимаю, что мы призваны ходить с Богом настолько близко, настолько знать Его сердце, что нас не будут пугать никакие перемены. Сегодня перемены многих пугают. Я хотел бы сказать, друзья, перемена необходима в нашей жизни, чтобы ты перешагнул с Богом на следующий уровень в познании Его славы. Он через тебя будет приносить ее на землю. Твой огород не будет зарастать сорняками, эта тропинка, по которой ты ходишь к Богу, будет лишь расширяться. Там будет прямая дорога. Все, что в тебе сломлено, все, что в тебе прогнуто от старой мирской жизни, от того, что было в детстве, от того, что было где-то с тобою, Бог эту долину наполнит, и ты будешь восстановленный, Он поднимет тебя, Он исцелит, все, что превозносится, и ты не видишь этого сегодня, Бог просто срубит под корень, все это ляжет смертью храбрых и тоже выровняется. Все змеиные пути, кривые, которые мы ползаем на чреве своем, это просто земное, оно просто упразднится. Бог выровняет путь твой, если ты будешь жаждать Его, если ты будешь просить Его, ты не сделаешь это сам, но в определенное время, неизведанное тебе, Бог скажет, готов, готова, и показывает тебе то, кем Он является. Когда Моисей сходил с горы, лицо Его сияло, лицо Его светилось. Мы призваны нести Его свет в этот мир, друзья. Ничего больше не изменит этот мир, кроме любви нашего Господа, Его благости, Его присутствия. именно оно, присутствие Бога в нас, отделяет нас от этого мира. И мы еще не там, но уже и не здесь. Мы особый народ, мы ходим по земле, и Бог с нами, друзья. Субтитры создавал DimaTorzok, субтитры создавал DimaTorzok, Субтитры создавал DimaTorzok, Субтитры создавал DimaTorzok, Субтитры создавал DimaTorzok,